Мы находимся возле колодца. Когда выключили у нас воду, все люди приходили к этому колодцу набирать воду. А это какая улица примерно? У нас Казанцево. Казанцево 27, 29. Эти дома остались тогда без воды. Когда я пришла за водой, набрала, начала пить, я услышала и увидела, как на меня падают ветки. В меня начали стрелять, не знаю, как назвать, азовец или не азовец, военной, украинской, да, потому что здесь еще российской армии не было. Это было начало марта. И что дальше было? Я испугалась, нагнулась на корточки, начала от него текать. Он мне начал стрелять вслед, отгонять от колодца. Ну и гнал меня почти до самого угла дома. Я прибежала, сказала, что люди пока не ходили, потому что там обстреливают. А зачем он это делал? Мне кажется, ему было скучно, он решил попугать, чтобы люди сюда не ходили за водой. Потому что больше воды у нас набрать негде. Это один единственный, который колодец остался. То есть он просто развлекался, вас не стрелял рядом? Да, он целенаправленно начал пугать, отгонять людей. То есть потом многие боялись ходить за водой сюда. И вы бежали вот по этой дороге? Да, я в гуськом. Спасибо большое. Здесь спряталась, здесь еще деревья были. И по направлению к своему дому. То есть вот отсюда, от колодца? От колодца я начала подниматься к себе, прячась под заборами. Вот, прячься здесь под заборами, вот, бежать к себе домой. Ну, и в это время, то есть он стрелять не переставал. Вот всю эту дорогу, да, до угла? Всю эту дорогу, да, до самого угла он не переставал стрелять. Он меня отгонял. Это, я не знаю. Хорошо, что еще людей много не было. Я была одна. И стрелял он, наверное, вот из этого дома? Ну, вот, да. Потому что я, конечно, сильно испугалась, но это надо было хорошо видеть, куда я бегу. То есть... Субтитры сделал DimaTorzok